Добрый день, компания ОМЗАП. Сегодня к нам на ремонт поступил автомобиль АХ-35 с распространенной проблемой и стук двигателя. Двигатель уже разобран, задефектован. В принципе, ремонт уже согласован. На данный момент производится гильзовка блока. Напомню, у нас свой токарный цех. Все делаем у себя под ключ. Свой токарный цех позволяет сократить капремонт двигателя до минимальных сроков. В частности, с АХ-35 у нас срок 2 дня. То есть день у нас, меньше чем день, вышел на разборку, дефектовку. Клиент долго не думал, все посмотрел, все устроило, так как ремонт вышел недорогостоящий. Дал команду на сборку и дополнительно работать. В этот же день мы блок загильзовали, передаем на сборку. Итого 2 дня. Это ответ к тем комментариям, кто пишет, что неоправдан дорогостоящий ремонт и быстрый. То есть кто-то пишет, что мы настроены на то, чтобы как можно быстрее сделать, заработать больше денег и так далее. Далее мы сейчас пройдем, посмотрим, как производится сборка двигателя. Запчасти у нас все есть, специалисты есть, желания есть, есть все. В агрегатном цеху происходит сейчас подготовительный процесс к сборке двигателя. Механик Артем занимается данным автомобилем, прочистит все каналы, масляные, водяные. Запчасти все подготовлены. В принципе, далее уже какие-то нюансы при сборке и моменты Артем обозначит, расскажет. Привет! По блоку загильзовали все четко, фасочка снята. Ну, собираем новый двигатель. Так, приступаем к сборке. Подготавливаем все поверхности для установки коренных вкладышей. Делаем с помощью чистика, чтобы ничего здесь под вкладыш не попало, а то зазор будет в плюсе, что допускать нельзя. Ну, устанавливаем вкладыши. Было предложено клиенту установить маслофорсунки, но он отказался. Вообще, в целом, это бюджетный ремонт у нас вот этот конкретно, да, получается? Да. С проблемами, с теми, с которыми приехал автомобиль, это самые... Стучащие паршня. А по вкладышам у нас, получается, новые категории С, номинал, постели у нас все ровно. Сажаем. Так, соответственно, берем сразу сальник коленвала, смазываем его маслом, чтобы все хорошо отделалось. Да, он сразу на эту садится, да? Да. Это у нас пока. Сюда. Аккуратно подеваем. А, ну, а это закрывается сверху. Да, мы сейчас его будем вставлять. Смотрим, чтобы сальник все на место сел ровно. Ну, потом мы его чуть-чуть еще подобьем. Берем полукольца. То же самое. Наносим немножко на них пасту. И вставляем вот этими рисками в сторону вала. Так вот, двигаем. Повторяем. Устанавливаем. Все, полукольца у нас стоят. Можно укладывать вкладыши в постель. Тут у нас все уже чисто. Я его уже вытер. Герметик. Герметик Victor Reigns. Очень хороший. Удобный при использовании. Аккуратно, не спеша. Ну, тут направляшка, да, мне что-то стоит. Я направляшка. Да. Дальше. Болты чистые, очищенные. Маслица. Много не надо. Берем динаметрический ключ. Выставляем 20 сначала. Так, 20. Фиксируем. Не затягиваем. Все, отщелкнул. Второй этап выставить на 35. Это будет второй подход. Многие комментаторы пишут, что мы быстро собираем. А быстро это значит плохо собираем. Ну, то есть невозможно быстро собрать и качественно мотор. Нет, с этим я не согласен. В первый день заезжает машина, мы снимаем двигатель, разбираем, дефектуем и отдаем на гильзовку токарю. Ну, в принципе, в этот же день, только ближе к вечеру, мы можем начать сборку, чтобы на второй день машина обкаталась, постояла на холостых оборотах, поработала. И можно на третий день утром ее уже отдать. Да, ну, я так думаю, вообще, если ты собираешь один раз в неделю такой мотор, то через месяц ты уже точно будешь понимать, где какие зазоры, где какое усилие, где какие стоят кольца, где какие запчасти вообще нужны, и болтики, и гаечки, и прокладочки, и все на свете. Ты уже просто можешь выучить наизусть. Да, конечно. И этот двигатель не такой уже сложный. Он просто, как кажется, не такой сложный. Четырехцилиндровый, ядно, двигатель, да? Да. Есть все, в принципе, эти моторы одинаковые, по сгодке. Но есть, конечно, какие-то гнаться, но особо здесь. Да, все четко. Так. Что мы сделали? Мы затянули сейчас постельно. Да. Продолжаем. Что у нас следующий этап такой? Следующий этап у нас... Засовываем поршневую группу. Да, точнее. Да. Нет, переворачиваем. Так, зазоры колец. Вы, кстати, не сказали, у нас плоскость была под буквы перевалочной ГБЦ. На нашем станке после шлифована, да? Да. Все четко, ровно. Да. Охрененно. Только камнем. Никакой фрезой так не сделаешь. Кладка. Выравниваем две плоскости. Плоскость блока и плоскость ГБЦ. Ставим металлическую оригинальную прокладку. Вот такую вот. И все. У нас мотор работает. И клиент катается довольный. Вот на примере первого цилиндра мы сейчас покажем, как правильно надевать кольца и вставлять поршень в блок. Три поршня я уже вставил. Так, берем пружинку. А кольца мы уже поделись. Да, вот этими штучками вниз. Не вот так, а вот так. А что там за штучки? А вот, видишь? Вот, они вниз должны смотреть. Вот эти вот. А, усики? Да. Вставляем. А на Subaru специальные язычки есть? Ну, каждый двигатель собирается по своей технологии. Прокручиваем, проверяем. Не вылезли прыжинка. Так, на каждом кольце есть пометки. Верхняя часть кольца. Это значит, что мы... Верхняя отмечена, да? Да, галочка. Надеваем вот так вот. Раз. Проворачиваем. Это вторая компрессионная. Вот первая компрессионная. То же самое. Галочка вверх. И разводим. И разводим. Как значок Mercedes. Верхняя тут, средняя тут, маслосемная тут. Все. Обязательно смазываем поверхность, чтобы ничего не задрало. Все. Надеваем поджимку. И смотрим, чтобы кольца не провернулись. Когда затягиваем обжимку до конца, плотно. Все. Первые руки. Наносим монтажную пасту на вкладыш. На каждом поршне есть стрелки. Вот мы видим стрелочки. Это масляный мунасос. Передней крышки двигателя. Резиновым или деревянной поверхностью. Аккуратно вставляем. Вытаскиваем. Все. На месте. Далее переворачиваем. Наносим так же монтажную пасту. Пену. На вкладыш. Замок к замку. Так, затягиваем с моментом 25 и до ворот 90. Следующий этап. Установка ГБЦ на блок цилиндров. Перед тем, как ее установить, мы провели какие работы. Мы качественно притерли клапана. Заменили маслосъемные колпачки. Сделали опрессовку. На всякий случай, чтобы потом ничего не выявилось. И, соответственно, фрезернули плоскость. Болты мы ставим новые. Потому что старые, уже вытянутые. Да. Новые болты у нас. Оригинал. Вот такие болты. А мы давай покажем, что там номер. Кому будет обопрессиваться. Да, вот. Смотрите. Болты. Бля, подождите. Болты. Ага, все. Ну и все, да? Да. Устанавливаем. Затягиваем моментом. Также от середины растягиваем по краям. Установили мы ГБЦ. Протяжку делали три подхода. Через каждые 15 минут. Установили распредвалы. Также на монтажную пасту. Установили ГРМ. Поставили новый натяжитель. Оригинал. Цепи. Успокоитель. Натяжитель. Все оригинал. Так. Ну что нам остается? Поставить крышку. Она и маслонасос. Тоже оригинал. Подделки, кстати, тоже есть. В таком пакетике она должна быть. Вот. В комплекте сальник уже установлен. Вот, соответственно, сам насос. Уплотнительные колечки тоже здесь есть. Вот, в принципе, сначала сборки и подготовки прошло порядка двух без половины часов. Все. Здесь осталось набросить коллектора, навесное оборудование. Двигатель готов к установке. Все. Дай установим. Вам уже финал покажем. Вот, Кемес, ты заканчиваешь еще? Да, остался последний штрих. Сейчас доводим масло до уровня. Подключаем форсунки после того, как покрутим. Закачаем давление масла в систему. Ну, и, в принципе, будет машинка готова. Проверяем. Мало. Еще доливаем. А где-то она сколько по уровню? По уровню? Сейчас в полуровня. Нет, я имею в виду объемка... Четыре с половиной литра. А, ну немного. Сейчас смело доливаем половинку. Масло оригинальное. Оригинальное, да. Турбосин 5.30. Так, ближе к уровню. Пока сейчас течет, будет все в уровне. Форсунки мы сняли, чтобы закачать масло в систему. Крутим. Так, закачали масло в систему, подключаем форсунки. Крутили три раза по 7-10 секунд, чтобы не давать нагрузку на стартер. А, ну, в принципе, масленка погасла, а еще чуть крутим, да? Да, да. Потому что датчик давления стоит в самом низу. Он первый видит масло давления. А, все остальное потом поднимается. Так, ну все, запускаем. Так, запустился двигатель сразу. Сейчас гидрокомпенсаторы выровнятся. Стукки пропадут. А, вы какие берите, да, маленький? Да, да. Потому что все разбирали. У нас вот сейчас пока нет все давления. Да, да. Двигатель готов. Завтра будет обкатываться целый день. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И если вы являетесь владельцем автомобилей корейских, ждем вас на ремонт. С вами ОИМЗАП. Я Артем. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok